Добрый день дорогие друзья! Шаббат шалом! Мы продолжаем наше изучение Торы. Недельная глава Вайгаш. Что нам известно? Известно, что Йосиф всех египтян подчинил фараону. Они стали рабами у фараона. За то, что Йосиф дал им зерно, египтяне отдали все земли и свои тела, отдали фараону. И они сказали, будем мы рабами у фараона. И сказали Йосифу, ты даровал нам жизнь. Потому что Йосиф сделал очень гуманные законы. Он сделал, что всего лишь 20% египтяне платят от своего урожая фараону. Остальное все ихнее. Мало найдется такая страна, где такие хорошие законы. Отдай 20% все остальное твое. И египтяне очень благодарны Йосифу. Ты даровал нам жизнь. Для чего это все нужно было делать? Всевышний собрал все золото и серебро, все, что было в мире. В Египте. В казну фараона. Для чего? Для того, чтобы, когда мы уходили из Египта, мы не ушли с пустыми руками. Всевышний это сказал Аврагаму, нашему братцу. И сказал, вы не уйдете с пустыми руками. И сказал Всевышний, что возьмите у своих соседей золото, серебро, вещи дорогие и уходите из Египта. И очень интересная вещь. Пришли египтяне к Александру Великому, к царю, и говорят. В их неторе написано, что когда евреи уходили из Египта, они взяли с собой все богатство страны египетской. И написано, и опустошили они Египет. Взяли в долг у соседей, которые пишут. Хорошо. И нигде не написано, что евреи вернули. Значит, они нам должны отдать эти деньги. Александр призвал к себе евреев. И пришло в Геива Бен Петита. Он ему говорит, что вот-вот говорят египтяне, что вы остались им должны. То состояние, которое вы вывезли из Египта, когда уходили. Геива Бен Петита сказал. Мы жили в Египте. Он сказал, что 600 тысяч крепких мужчин работали на египтян в течение 210 лет без зарплаты, остались без ничего. Теперь посчитайте, говорит, сколько человек без выходных работал, сколько он мог заработать за это время один человек. И потом вы умножите эту сумму на 600 тысяч человек и посмотрите, должны ли мы остались что-либо египтянам. И начали считать. Мудрецы начали высчитывать это число. И они поняли. Это невероятное число. Это огромное состояние, которое просто невозможно посчитать. И египтяне сразу ушли. То есть, фактически, мы ничего им не должны. Еще они нам должны. Но как же так? Пишется. Фараон. Это понятно. Он поработил евреев. Это понятно. Они работали на него. Причем здесь египтяне. Они-то не виноваты. У них взяли соседей и верните. Но не тут-то было. Дело в том, что египтяне не были свободными людьми в стране. Они были рабами фараона. А все имущество раба принадлежит фараону. Ничего у них своего не было. То, что мы брали, это было из имущества фараона. И поэтому мы ничего не должны возвращать. Еще нам остался должен Египет. За то, что мы столько на них работали бесплатно. Целым народом. Вот такая вот интересная вещь. И написано, что жили в Египте 210 лет и стали многочисленны и сильны. Вот так вот. А на этом наш сегодняшний урок заканчивается. Всем браха, пармаса, кавана. Сейчас урок был дан за поднятие души Михаил бен Леви, Берт Абат Исраэль, Павел бен Ефим, Самый бен Герш, Хая Малка бен Йосиф, Роза бен Михаэль, Памяти Ури бен Харитон, Мендель бен Мендель, Яков бен Нахум, Владир бен Григорий. За здоровье Светлана бен Клара, Шимон бен Ицхах, Борис бен Мария, Анна бен Ривка, Полина Перт бен Соня Сура, Лена бен Клара, Женя бен Ида, Анна бен Елена, Евгений бен София, Двойра бен Мириам, Моисей бен Ева, Ирина бен Двойра, Йосиф бен Раиса, Инесса бен Маэль, Евгений бен Берт, Евгений бен Ита, Фира бен Анна, Геннадий бен Елена, Ольга бен Светлана, Йосиф Дан бен Сара, Таня бен Фрида, Ида бен Рива, Вадим бен Татьяна, Юлия бен Белла, Яков Йосиф бен Рахель, Шимон бен Мира, Фейга бен Берта, Ася бен Года, Марк бен Нина, Ира бот Вера, Леор бен Клара, Рафаэль бен Клара, Хана Цепора бот Сара, Ида бен Хая Авива, Ефим бен Соня, Майя бот Фаина, Алексей бен Ольга, Мазл Параса Сгула, Ирина бот Ури, Арон аре бен Ури, За хороший дух, Арон аре бен Двойра, Днис бен Ахум, Авигаль бот Сара, Хана бот Абрагам, Рафаэль Ариалей бен Лариса, Параса и Брюд, Владир бен Рая, Марина бот Рая, Кому нужно за здоровье, Пишите, Будем зачитывать имя После урока, Помогает люди, Пишут, что это помогает, Шаббат Шалом, До следующих встреч, Надеюсь, нас состоится, Вьем решен, В 15 часов, Шалом.